привет мои хорошие сегодня мы приготовим на ужин барракуду я вам показывала в одном из последних видео там продуктовый шопинг я купила барракуду она замороженная была сейчас я ее разморозила в водичке в такой прохладненько не надо в горячее и что мы делаем мы ее солим перчим и сейчас я наливаю масло в муке обмакиваем ее да и или как правильно сказать не обмакиваем короче и выжарим она достаточно такая мясистая смотрите очень много мяса и никогда это барракуду покупала достаточно мало костей такой мало костей ну не знают по виду она симпатична а шо там как она дальше боюсь она мне как на хек похоже на ментай знаете что такая в общем сейчас я ее буду выкладывать сюда выложу в этот дуршлаг будем солить перчить очень удобно так секундочку одной рукой неудобно мне солить и снимать ну так хорошенечко я помассажировала и обваливаю и обваливаю обваливаю боже обваливаю в муке ну вот как-то так не знаю сейчас маселка разогреется и будем жарить а к рыбе гарнир будет пюрешка из молодой картошечки у нас продается как и обычная картошка так и молодая еще есть до сих пор очень вкусная в швеции картошка молодая очень вкусную она такая какая-то прям не знаю ну вот очень вкусная сладенькая классная картошка маселка разогреется и я сразу по выкладываю сразу такие красивые кусочки у хвосты тоже достаточно мясные посмотрим вот так горненько 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 пригорненько делаю это в перчатке чтоб дабы рука не пахла явно выраженным запахом рыбы у меня окно постоянно открыто сейчас еще вытяжку включу он пошла хорошенечко разогрелось масло видите пошел же жарится пусть она все сюда наверно и влезет слава богу вот так вот ребяточки жаль барракуда интересный я роберту показала мне смотри я вред и пробовал когда-то нет ну попробуем интерес к она будет вот она не совершенно не жирная бы она не была сухой знаете такая она суховатая но очень много мяса мяса достаточный и никогда муку не могу рассчитать не всегда остается люди как-то и вы сохраняю где-то это в тарелки сия терпеть этого не мог если выбрасывали а даже все было чистое и даже не намеков на жарку рыб ну все вот так вот мы аккуратненько поменяем их листами все влезли я сначала обжарю как я рыбу жарю я вам конечно могу весь процесс показывать я такой огонек хороший ну как хороший прям не так чтобы разгорела хорошо она должна прихватиться потом я переворачиваю на приходится я закрываю еще под крышкой обязательно но это морская рыба и она после заморозки короче посмотрим ну все ребяточки ждем пусть она обжаривается я уже нашу барракуду перевернула она такого приятного ой фар золотистого цвета красавица а тем временем уже стоит молодая картошечка на на пюрешку все греется все варится жарится и шкварится и скоро я накрою ее крышкой пусть она пройдется хорошенечко ну по виду красивая сушенька итак наша барракуда готова ребята картошечка варится и переставилась сюда на эту сторону ну я попробовала и так по вкусу ну вкусная не жирная совершенно так как и она и предполагалась до изначально ребята и на удивление здесь очень много костей они как-то вот расположены в мясе такие они тоненькие длинненькие ей достаточно много но сказать чтоб я прям хотела мечтала еще раз и губи ну не знаю есть много разной другой альтернатива в общем в общем неплохо неплохо но самое вкусное это корочка конечно же то что не очень желательно есть но не очень да и полезно ну вот она самая вкусная корочка и там где чуть-чуть мясо на ней вот прям ну прям ну очень вкусно короче нормальная вкусно сейчас дождемся картошечку как она вместе будет играть посмотри итак готовим пюрешку я слила водичку видите я оставила не мне не совсем много но тут картошки не так много что робертушка а роберта бонечку купать сейчас будет и итак один из вариантов моих пюре да я сюда кладу масло все просто масло и грана-падана пармезану короче тёртый пармезан он уже запотела он уже идет в таком вот порошочке сейчас покажу вам это кто не знает он потерт уже на очень мелкую тюрочку и очень классно его в спагетте я вот иногда кладу в пюрешечку и я хорошенечко это все взбиваю венчиком ну почему же венчиком подумала я если я это все прекрасно взбиваю в блендере ребята секунду вот так вот благополучненько мы это все перенесли в чашу блендера можно добавить сливки но я считаю тут достаточно всего жиров и и сыр и масло будет абсолютно достаточное нежнейшее нежнейшее пюрешечка готова взбита ждет сейчас роберта пока он выкупает бонечку а я вам ребят хочу еще показать вот это вот именно мелкую тёрку здесь показано как он натерт вот такая мелкая тёрочка это специально для пармезана сыр а это этот же пармезану риджану но уже слайсами тоненькими для салатов очень удобно тоже там кусочки слайса вот так вот может кому-то пригодится этот сыр итак ребяточки ужин для моего любимого роберту шке готов презентация я думаю ему тоже понравится но он у меня такой вообще балованный он привык к этому всему пюрешка просто крем крем нежнейший воздушный крем рыбка сочетается шикарно с этим всем ребяточки всем самого приятного аппетита и тебе роберт из кабона питает май лав и и и и и и